Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем чтение книги пророка Малахии. И на очереди у нас последняя, заключительная глава, четвертая. Следует заметить, что в еврейской Библии и в современных западных переводах в книге пророка Малахии насчитывается три главы. И то, что у нас разделено на третью и четвертую главы, в еврейской Библии и в западных переводах составляет третью главу. Но мы привыкли делить книгу Малахии на четыре главы, поэтому четвертую главу сегодня мы читаем с вами, разбираем и размышляем над ней. Вот эти последние шесть стихов книги, они примыкают к третьей главе, а мы привыкли выделять их в отдельную четвертую главу. Итак, эсхатологическое проповедь, эсхатологическое пророчество является основным содержанием этой четвертой главы. «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Речь идет о дне Господнем, дне божественного суда, воздаяния божественного пришествия. Этот день будет пылать как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Огонь суда Господня пожрет нечестивых. Эта тема звучала и раньше в пророческих текстах у великих пророков. Метафора огня божественного, метафора печи, для обозначения последнего дня человеческой истории, судного дня она применяется. Будет она развиваться и в Новом Завете. Эта тема — сравнение дня Господня с огнем. В частности, в христианам Каринфа будет писать Павел, что дело нечестивого человека сгорит, как солома, человек, который строил свой дом, то есть совершал свои дела. Каждый говорит, по-разному строит. Кто из золота, драгоценных камней, а кто из сена, соломы. И день Господень покажет, кто строил, устоит ли его дело в день суда. Кто строил из соломы, его дело сгорит. Сам он спасется как бы из огня, говорит Павел. Вот это то, что будет с нечестивыми, не оставит Господь у них, у нечестивых, ни корня, ни ветвей. У тех, кто поступает нечестиво и надмивается над другими своими собратьями, обедневшими членами общества. А для вас, благоговеющие пред именем моим, обращается теперь к богобоязненным людям, благоговеющим пред именем моим, для вас взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы найдете, вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Тельцы упитанные, весело, пляшут на полях тучных. Вот, и это такой образ благоденственного и мирного жития тоже. Тучные поля башанские, басанские, на них тельцы упитанные. Упитанный телец присутствует также в притче Евангелия от Луки, где образ Царствия Божия представлен в виде пира. И все радуются, все радуются. Отец радуется возвращению блудного сына. Сам блудный сын радуется, что отец его принял. Все домочадцы не радуются только старший сын. Эта притча чрезвычайно интересная, но она за рамками нашей сегодняшней беседы. Сегодняшняя беседа — это книга пророка Малахии, 4 глава, где тоже используется это выражение упитанные тельцы, упитанные телец. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Люди праведные, люди богобоязненные, благоговеющие пред именем Господним уподобляются здесь сильным, упитанным быкам, тельцам, которые будут попирать нечестивых, будут топтать их своими ногами. Это животное, которое весит много центнеров, оно представляет определенную опасность для человека. Люди ради забавы бегают от этих быков на севере Испании. Некоторые эти быки настигают, поддевают рогами и топчут своими копытами. Вот так же будут праведники топтать нечестивцев. Вот замечательный, прекрасный, такой вдохновляющий образ дает пророк своим современникам, тем самым ободряя их, быть благочестивыми людьми, праведными, боящимися Господа. И за это они получат воздаяние и будут попирать нечестивых, тех, которые когда-то попирали их. Получат свое, каждый нечестивый и праведный. Праведный будет попирать нечестивца, а нечестивые будут попираемы, словно прах под ногами праведников. Это все Господь я соделаю. Наконец, друзья, мы переходим к заключительным, последним трем стихам книги пророка Малахии. Это 4, 5 и 6 стихи книги. Четвертая глава книги пророка Малахии, заключительные стихи. Эти стихи очень важны для понимания не только пророческой книги, но и для понимания Нового Завета. Они своего рода ключ к Новому Завету, своего рода мостик, переброшенный от Ветхого Завета к Новому. И они подводят итог всей пророческой письменности. Ими завершается не только книга Малахии, ими завершается вся книга 12 и весь корпус пророческих писаний. После Малахии пророчество на некоторое время замолкает в Израиле. И вновь оно зазвучит только из уст Иоанна Претечи, из уст Иоанна Крестителя. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила и уставы». Здесь, по всей видимости, закон Моисея, Торат Муше – это уже пяти книжи Моисеева. Это то, что составляет содержание первых пяти книг Библии. Термин «закон Моисея» Торат Муше может иметь разные значения, но здесь, по всей видимости, уже имеется в позднем значении употребляется этот термин, именно как тексты, текст всех пяти книг Моисеевых. И вот это нужно помнить. Помнить – это не просто помнить, что какие-то там заповеди есть. Помнить – это значит хранить и исполнять. Зихронот, память – это именно хранение в сердце, хранение внутри себя, благоговение перед тем, что хранишь, и строгое исполнение этих заповедей. Эти заповеди были даны на Хариве. Здесь говорится о законах, о правилах, уставах, о всем Моисеевом законе. Это должны помнить израильтяне. Чтобы день, который придет, как сказано в начале главы, чтобы они в этот день выстали, устояли, чтобы этот день, уподобляемый тут огню, не был для них, как для каких-то там соломенных изделий, и не попалил их грядущий день. Для того, чтобы этот грядущий день Господи не попалил, нужно помнить закон Моисея. Израильтянам говорит пророк. Пятый стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Моисей и Илья – это олицетворение закона и пророков. Моисей – это пророки. Илья – это… Моисей, простите, это закон. Илья – это пророки. Закон и пророки. Священное Писание. Слово Божье. Вот что должны хранить и помнить израильтяне. В Новом Завете, в синоптических евангелиях, мы читаем у всех трех евангелистов-синоптиков о событии преображения. Господь преобразился в глазах своих учеников, и во время этого преображения явились ему именно Моисей и Илья. Моисей, как олицетворение закона, Илья, как олицетворение пророков, и беседовали с ним об его исходе. И глаз был с небес. Глаз, свидетельствующий о мессианстве Иисуса, подтверждающий, что для учеников Христа, подтверждающий, что их учитель – это действительно обещанный Богом Мессия. И ученикам была с небес дана заповедь «Его слушайте, Его Христа». И не случайно явление Моисея и Ильи на горе преображения. Моисей и Илья, они собеседуются Иисусом, и слушать должны уже ученики Иисусовы не только Моисея и Илью, но и, прежде всего, Мессию, прежде всего, Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Пред наступлением вот этого самого дня Господня явится пророк Илья. Этот пророк Илья, названный также ангелом Завета, в первом стихе третьей главы, в Новом Завете отождествляется с Иоанном Крестителем. И Иисус скажет, если хотите принять, то Иоанн Креститель и есть Илья, обещанный пророком. Отсылая, таким образом, к этим заключительным стихам, израильских пророчеств к заключительным стихам книги Малахии. Иоанн Креститель пришел, как сказано также в Евангелии, в духе и силе Ильи. Тот Дух Божий, который был с Ильею, был на нем, на Илье, он был и на предтече Христовом, в великом пророке Иоанне Крестителе. И что же сделает Илья? Что же сделает Иоанн Креститель? Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Чтобы не было этого проклятия, этого херема. Сердца отцов должны быть обращены к детям, а сердца детей к отцам. Понятно, когда речь идет об обращении детей к наследию отцов. Но что такое обращение отцов к детям? Древние церковные толкователи, святые отцы церкви, видят в этом указание на то, что ветхозаветные праведники, они жили ожиданием Христа. И сердца их обращены к детям, к тем, к кому, к их потомкам, к которым пришел уже Христос. И здесь отцы, они не так блаженны, как дети. Их сердца обращаются к детям, как к тем, которые лицом к лицу видят Мессию. Вот эта гармония в обществе, это единство отцов и детей, то, о котором мечтал русский писатель Тургенев, и которого не было ни в XIX веке, ни в XXI. Конфликт поколений для всех обществ и во всех странах и государствах присутствует и будет присутствовать до конца человеческой истории. Но вот в мета-истории, после Дня Господня, во время этого дня, Дня Божественного Суда, при наступлении нового мира, мира добра, справедливости, эры милосердия, как сказали братья Вайнеры, вот тогда не будет уже противоречия поколений. Сердца отцов будут обращены к детям, а сердца детей — к отцам их. И тогда Господь помилует всех людей, и земля не будет подвергнута Херому, не будет поражена, как здесь сказано, проклятием. Вот в этом всем состояла миссия Иоанна Крестителя в Новом Завете. В заключении, друзья, я хотел бы прочитать несколько строк из книги замечательного итальянского библеиста Луки Мадзинги, который размышляет о заключительных стихах книги Малахи и так. «Воспринятый Новым Заветом, этот текст становится настоящим открытым окном Ветхий Завет, позволяющим лучше понять все предшествующие ему библейские тексты, которые этими стихами как бы сконденсированы». Мы читали книгу пророка Малахии для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...